Осень 2015 года. В Марселе, втором по величине городе Франции, бастуют таксисты. Недовольные приходом на французский рынок конкурентов из Uber, они жгут покрышки и переворачивают автомобили. Власти блокируют сервис, но ненадолго. Как выяснил Международный консорциум журналистов-расследователей, молодой министр экономики Эммануэль Макрон тайно помог компании решить проблемы и закрепиться в стране. Эммануэль Макрон, конечно, выделяется. Джо Байден и около десятка бывших сотрудников администрации Обамы, среди которых есть и довольно высокопоставленные. С распростертыми объятиями приняли модель Uber, которая по определению означает отказ от защиты труда и трудовых прав. Это поразительно. По данным расследования, в ходе которого журналисты изучили десятки тысяч внутренних документов компании, тайно лоббировала свои интересы на высшем уровне и считала насилие в отношении своих водителей, цитата, «бесплатной рекламой местных СМИ». Они относились к базовым принципам закона, свопиющим безразличием, игнорировали местные законодательства, врывались на рынок без лицензии, без разрешений и начинали фактически подрывать рынок. В расследовании фигурируют не только западные политики. Так журналисты выяснили, что лоббисты Uber также добивались расположения российских олигархов, связанных с Владимиром Путиным, и встречались с Олегом Дерипаской и Германом Грефом.